Амичи собирают деньги на разработку водородных генераторов для автомобилей. По мнению молодых людей, газ снизит количество вредных выбросов в окружающую среду и негативное воздействие на здоровье человека. Кроме того, он выделяет большое количество тепловой энергии, может быть альтернативой бензину. Как изобретатели собираются перевести автомобили на воду и что думают об инициативе ученые в нашем сюжете. Заливаем воду в обыкновенную скоткрану устройства. Денис и Павел показывают, как работает водородный генератор. Под воздействием электрического тока от аккумулятора вода распадается на кислород и водород. Дальше, как в обычном двигателе, водород попадает в камеру сгорания. Вырабатывается энергия, которая и приводит в движение автомобиль. Сейчас идет работа над совершенствованием двигателя. То есть он не рассчитан на такие температуры сгорания. Мы начали пять лет назад, этого не было совершенно ни в ютубе, нигде. Эта информация была на американских сайтах. Большинство информации взято оттуда. Но у нас свои есть модернизации. То есть у нас работает это все от машинного аккумулятора. Сейчас молодые люди собирают средства на приобретение оборудования для экспериментальных моделей водородных генераторов. По их словам, они полностью безопасны. Газ не хранится под большим давлением в емкости и поступает сразу же в двигатель внутреннего сгорания. Кажется, вот она, машина мечты. Топливо можно набирать из-под крана. Вместо выхлопных газов – водяной пар. Но эксперты настроены скептически. Когда вы берете воду, превращаете ее в водород и кислород. Затем обратно их превращаете в воду. При этом тратите колоссальное количество энергии. Это раз. А во-вторых, мало того, что вы эту же энергию получаете. Вы получаете в двигателе внутреннего сгорания в виде тепла. А КПД двигателя внутреннего сгорания 30-40%. В отличие от 90% у электродвигателя. Что мешало напрямую подключить эту электроэнергию? Это ты поставил другой двигатель. С точки зрения, допустим, повышения экологических свойств, это могло бы быть интересно. Есть здравое зерно в этом проекте. Его можно было бы реализовать и модернизировать с точки зрения как добавки к топливу. То есть, если ребята считают, что можно заливать воду и на ней ездить, то это маловероятно с точки зрения технической. Сегодня автомобили на водородном топливе уже производятся компаниями Toyota, Honda и Hyundai. Впрочем, пока внедрение подобных технологий не может быть повсеместным. Нет соответствующей инфраструктуры, отсутствуют стандарты безопасности транспортировки и хранения водорода. Да и американские ученые подсчитали, что эксплуатация водородного автомобиля сейчас обходится в сто раз дороже, чем бензинового. Елизавета Васильевич и Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.